МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире телеканал Культура, программа Наблюдатель. Сегодня веду её я, Алекс Дубас. И сегодня у нас немного праздная программа, немного сиборитская, гедонистическая, потому что её главные герои – лето и джаз. Джаз и лето. Вот только что прошёл джазовый фестиваль в Коломенском, например, усадьба джаз. В Крыму в августе как-то бель джаз-пассе пройдёт. Также на Урале, в Сибири, в Сочи, в Петербурге. Вот у меня список джазовых фестивалей. Москва, Чизн-джаз 25 июля в Саду Эрмитаж. Джаз-сезон Горки 6-7 июля. В Сочи в августе 1-4. Сколково джаз-фестиваль 24 августа. Про как-то бель джаз я уже сказал вам. Ну, впечатляет география. Такое ощущение, что Россия живёт джазом. Вот наши гости. Сегодня с нами Михаил Иконников, арт-директор фестиваля «Коктебель джаз-пати». Здравствуйте. Программный директор радио «Джаз». Можно услышать эти звуки на частоте 89,1 FM. Сегодня с нами Роман Христюк, директор международных проектов Игорь Бутман, «Мьюзик Групп». Здравствуйте. Николай Винскевич, саксофонист и композитор. Здравствуйте. Здравствуйте. И Леонид Винскевич, основатель и арт-директор международного фестиваля «Джазовая провинция». Пианист, композитор. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что откликнулись и пришли поговорить на эту тему. Не только поговорить, еще и поиграть. Я, знаете, предлагаю начать как раз вместо слов с музыки, с вашего позволения. Решу. Да. Только представьте, что вы нам сыграете для знакомства. Мы сыграем одну из пьес, которую я написал, Коля сыграл. Мы вместе сыграли. Да. Сыграли вместе. 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 Все присутствующие. Сыграли вместе. 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 Мы пришли к тому, что в 2018 году, 30 апреля, прошел Международный день джаза. Это вторая, я понимаю, причина. Это второй результат. Да, скорее всего, не так. Санкт-Петербург стал столицей Международного дня джаза, принимающим городом. То есть, как бы, это центр вселенной джаза был в этот день. Эта история существует уже 7 лет. Это как чемпионат мира по футболу, который в какой столице проходит? Да, да. Это чемпионат мира по джазу. И он проходит с 2012 года. По всему миру он был в Париже, в Токио, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в низких городах Европы также. И в 2017 году заявку Санкт-Петербурга признали лучшей. Конечно, как бы, вообще сложно недооценить участие Игоря Бутмана в этой истории, потому что с 2012 года Игорь Михайлович общался с Херби Хэнкоком, с идеологом дня джаза, и с генеральным директором ЮНЕСКО, на тот момент Ириной Боковой, и убеждал, что это нужно сделать. Это правильно. Ну, конечно, в этом смысле локомотив. То в Риге джазовый фестиваль, то еще где-то. Постоянно его встречают. Его имя в разных точках мира. Довольно часто путешествуют. Ну, конечно, да. Захватываем мир потихонечку. Ну, вы знаете, я еще хотел сказать о провинции, потому что... Которой 23 года, если не ошибаюсь. 24 года теперь фестиваль, и он проходит в 10, 12, иногда в 15 городах черноземной полосы России. И надо сказать, что мы имеем аудиторию, и она становится больше. Вижу очень много лиц, которые я никогда не видел с молодого поколения. Меня это радует. Есть другая особенность этого фестиваля. Она в том, что он был вообще рожден снизу. Это не просто из Москвы директива. А вот люди собрались, вдруг позвонили в Нью-Йорк. Конечно, могло быть только после перестройки. Ну, да, да. И чудо, что он существует все-таки за счет энтузиазма десятков людей. Вот для меня это загадка. Мир, когда у нас золотой телец сейчас правит балом. Ну, вдруг есть люди, которые готовы это поддержать. А вот разница, пожалуйста, структура фестиваля. Как это выгодно? То есть здесь понятно, вот там-то и тогда-то, во столько-то, во столько-то. Вот одна сцена, вот другая. Что значит вот джаз-провинция? Ну, джаз-провинция – это первое. Осенний фестиваль, который проходит в Курске. Там в том году было 6 концертов. В Воронеже 4 концерта. То есть он кочующий, да? Он кочующий. То есть он на протяжении года или, скажем, сезона, да? Нет, это осень. Это осень, да. Это осень. Вот ясно, что есть 10 базовых городов. И вот когда начинают срабатывать 10 городов, он хоть как-то экономически, ну, что ли, может быть. Потому что, ну, пригласить одного Хэрби Хэнкока вдруг в Курск, ну, такая мечта есть, наверное, несуществима. Но Игорь Бутман у нас бывает и с Биг Бендом, и с Экстетом. И я могу сказать, что, в общем-то, мы партнеры. Это однозначно. Я благодарен, потому что здесь объединение, вот, десятка людей, любителей, профессионалов и так далее. И, конечно, семья Пиарунских, которые все 23 года помогают содержать вообще дирекцию, этот фестиваль. Вообще не имея тенденции к тому, чтобы получить какие-то дивиденды с точки зрения рекламной. На истинный меценат. Да. И, конечно, говоря о фестивале, так как я живу в Курске, то, конечно, курская власть его поддерживает. Надеюсь, что сейчас у нас в Рио губернатора Романович Старовойт, это новая команда, вот, и они очень заинтересовались этим проектом. И у нас уже 30 и 31 августа вместе с Игорем Бутманом, вместе с Вадимом Линкригом назначена презентация в Курске. В том году это было в Москве, в клубе Игоря Бутмана. Всех наших ведущих забрали практически. Ну, вы знаете, что, самые медийные лица. Скажите, пожалуйста, в каких городах в этом году это усиливало? Я могу сказать, это Дула, Орел, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Липецк, Подольск, Москва тоже будет. Я, наверное, назвал почти все города Белгород тоже. Они не обижаются на лейбл провинция? Вы знаете, что, когда-то, когда впервые в зале Чайковского был написан джазовая провинция, промоутеры мне говорили, ты сумасшедший. Люди приезжают, думают, ребята из Рязани, из Курска приехали, а у тебя там из 20 стран музыканты. И так и было. Но сейчас к этому относятся нормально. Джазовая провинция вообще нормальное слово теперь для джазовой жизни. Роман-провинция, который, по крайней мере, не делает джазовая провинция. Это вся область теперь становится джазовой провинцией. И, вы знаете, это вообще-то сделал поклон не в сторону Москвы и Санкт-Петербурга и Парижа, а в сторону Нью-Йорка. Все-таки столица джаза пока Нью-Йорк. Хотя я понимаю, все усилия мы переносим ее в Санкт-Петербург и в Москву. В Новом Орлеане джаз родился. То есть это родина, а столица Нью-Йорк. Да, давно уже. Надо себя застолбить, место себе в Нью-Йорке. В Новый Орлеан мало. Из Нового Орлеана кто-то пытается уехать, кто чувствует, что есть силы и способности в Нью-Йорк обязательно. А кто ваша публика? Хорошо, например, да. Вот Михаил говорит, что в Кэк-Тебель приезжают курортники, они отдыхают, джаз. Вот понятно, целевая аудитория. А вот у вас, в Туле и в Воронеже, они же совершенно разные зрители. Я думаю, что все-таки, я бы сказал так, может быть, все-таки часть продвинутого населения этой страны. Мне так кажется. Потому что встречая молодых людей, нам иногда говорят, что новое поколение не такие, как мы. Вы знаете, столько удивительных приходит. Люди, кто знает больше меня и какие-то вопросы задают. Потом вы знаете, что джаз-принц – это сеть мастер-классов. То есть не было от Эрни Водса до Игоря Бутмана, Нью-Йорк Войсис. Все читали лекции. Билл Эванс. Никто ни разу не отказался. А, то есть это не только концерты, а еще некие мастер-классы. Мы иногда не успеваем во всех городах это сделать. Ну, экономический и временной фактор. Бывает, что не получается. Но там, где есть 2, 3 или 4 дня, это просто обязательная программа. Для нас это непросто, потому что у Игоря была мысль все-таки в Министерстве культуры иметь фонд, который бы он возглавлял и который помогал бы тем фестивалям, которые есть. Это правильно, потому что, мне так кажется, если бы была хоть экономический, финансовый задел, хоть небольшой для такого проекта, как джазовая провинция, мы себя более уверенно чувствовали и были бы, наверное, более результативны. Потому что 90% времени уходит вообще, где достать деньги. Ну, это нормально для всех фестивалей. Рома, это, да, но ты понимаешь, когда ты в августе не знаешь свой бюджет, в конечном счете получается в 3 раза дороже, дорога такой на Эльбрус, нервное состояние, которое заканчивается так, получится или нет. Я однажды, когда получил контракт от Нью-Йорк Войсис, ну, мне стало страшновато, потому что это вот такая папка. Если вы не выполняете там 23-го, там какого-то сентября... Ну, подождите, подождите, а разве не... Ну, мы живем в капиталистическом обществе, ну, то есть рынок и спрос. Я так понимаю, вот Коктебель – это же частная инициатива, то есть его же не поддерживают государства? Да, поддерживаем. А, поддерживаем. Ну, вы знаете, что есть, вот практика мировая показала, что такие проекты, как Большой театр, крупнейший фестиваль, Коктебель, джазовая провинция, вся деятельность Игоря Буна, она не может не поддерживаться финансово. Это завтра закроют все симфонические оркестры Российской Федерации, если не будет финансово поддерживаться, это реальности. Это объективно. Может быть, единственный Плетнев, кто смог сделать оркестр, который поддерживает спонсоров. Это очень тяжелая ситуация, потому что, когда, условно, в августе не знают, что будет с финансированием, вы же понимаете, насколько впритык дорожает логистика вся. Логистика, да, да. Ну, вы знаете, что к нашей тесте у меня уже были сейчас встречи с Новым Рокосовской области, вот, те, кто будет избираться в сентябре, и, в общем, достаточно серьезные планы выстраиваются. Я надеюсь, что это будет работать, потому что... Я думал, вы скажете, что надеюсь, что они будут избраны. Нет, я надеюсь, что будут избраны, и это будет работать. Потому что это облегчило бы ситуацию и, наверное, результат этого проекта. Вы знаете, что? Вот я и надумаю найти фестиваль, который посещают 10-12 городов, иногда 15. В России сейчас проблема. Его делают, ну, как бы, дирекция стоит там 2,5 человека, вот, но десятки людей-энтузиастов в других городах. Небольшие деньги. Это был бы проект, который на плаву постоянно. Он имеет историю. Все, что нам нужно, это нужно нам, зрителям. Это лето и музыка. Вот что я хочу сказать. Это же позвольствую. Красивый пейзаж, вот как в Коломенском был, на усадьбе джаз, да, вот с видом на речку. И просто хорошая музыка. Как это достигается? Зрители, наверное, вот какими способами? Какой кровью, да, с кем кто-то говорился? Кто как это пробил? Да, ну, вы знаете, что, вы, конечно, правы, зрителю это неинтересно, но мы, как сегодня обсуждаем некоторые темы, специалисты по маркетингу, так скажем. И вы знаете, что самое главное, наверное, все, кто здесь, я этих людей, кого-то больше, кого-то лучше знаю, но это просто люди влюбленные в это. Это характерно. А Николай, вы знаете? Ну, да. Талантливый, что я поприниму. Карактерная особенность этих, тех, кто здесь, и вообще людей, кто продвигает искусство, которое называется джаз. Я думаю, что мы все немножко безумцы, конечно, потому что, ну, вы даже посмотрите сейчас, что происходит в журналистике с музыкальной, например, найти человека, который пишет о джазе практически, ну, единицы какие-то. То есть рецензию сейчас на альбом получить, это беда. То есть люди, даже которых, там, тот же Кирилл Машков пытается как-то обучать, они в итоге уходят из джаза. Они понимают, что они с какой-то другой музыкой могут что-то заработать, с джазом нет. И, в общем, ну, поэтому и тоже вы понимаете, что у людей организаторские способности феноменальны, я не о себе в данном случае. И они могли бы, наверное, зарабатывать совершенно другие деньги, занимаясь, я не знаю, там, какой-то электронной музыкой на сегодняшний день, там, может быть, рэпом, который сейчас тоже на вершине, скажем так. И там другие крутятся совершенно, финансово. По поводу рэпа, кто-то недавно в разговоре провел аналогию с джемами, джазовый джем, да, когда некое соревнование, и рэп-баттлами. Ну, понятно, что там люди словами, а здесь музыкой соревнуются. Там поэты, здесь музыканты. Мне показалось, что это такое соревнование. Логика в этом есть, просто надо еще учитывать, что в 60-е годы группа Last Poets существовала, которая фактически читала рэп, и, по-моему, это на импульсе даже выпускалось, и память не изменяет. А вообще папой рэп многие называют и хип-хопа Гилл Скотт Херона, который тоже, в общем, не последний джазовый музыкант. Так что связь там есть. Ну, я был поражен, что Джон Фадис на фестивале Хэмптона, после выступления Элджеро, 10-тысячный зал, играл на трубе, потом был рэп такой, что это могли завидовать все рэперы мира, наверное. И зал это принимал, потому что, видимо, это было еще, я не так английский знаю, чтобы все понять, но зал просто сходил с ума от того, что делал Джон Фадис после трубы, как рэпер. Мы сегодня с Романом разговаривали, что многие современные звезды. Лучше, Ром, ты продолжай. Да, вот мы вот с Михаилом, вот буквально перед тем, как встретиться в студии, мы говорили о том, что еще 10-15 лет назад с самыми топовыми джазовыми музыкантами и среди молодежи, в общем, везде, считались те музыканты, которые работали с Майлзом Дэвисом. Это, ну, и Херби Хэнк, и Чик Корея, и, ну, это просто сотни музыкантов, и Майк Стерн, Рэнди Брекер, многие-многие-многие. Но сейчас удивительно получается так, что идет новая волна, которая пользуется максимальным спросом молодежи. Понимаете, Чик Корея, Херби Хэнк, и никуда не делись, и не денутся, они там сияют на вершине. Но сейчас самые модные музыканты, допустим, в Америке, джазовые, это те музыканты, которые записывались с рэперами, а именно с Кендриком Ламарем. А это, собственно говоря, и тот же Гваспер, который сейчас... Камаси Вошингтон. Камаси Вошингтон. Это вот такие сейчас супер-пупер новомодные звезды с безумными совершенно гонорарами. И опять же хочется сказать России, что они все в этом году здесь появились практически. Камаси Вошингтон выступил, Гваспер выступил на фестивале у Игоря Бутмана. Ну, да, вот из той же Флеяды мы привозили. Друзья, я хотел... Знамедитая история рэпера Кенни Веста, который записал песню с Пол Маккартни, а потом поклонники Кенни Веста обсуждали, какой Кенни все-таки парень хороший, таланты поддерживает. Это реальная история. Если их рэп сейчас... Кто такой Пол Маккартни и кто такой Кенни Вест? Здорово, отличная история. А кто такой Пол Маккартни? Сам хочу узнать. Какие-то группа жуки была. Да, да, да. Николай, вот, кстати, к вам, как молодому человеку, вот что вы называете современным джазом? Что это за пластинкой? Это альбом, который у меня только вышел недавно. Это вам подарок. Это уже ваш альбом. Он был рожден, да. Кстати, это то, что рождалось на джазовой провинции, потому что все эти альбомы, записанные с амбличанами, с американцами, с фольклайнами-хорами, это тоже было как бы результатом все-таки фестиваля джазовой провинции, как лаборатория, в которой встречались. Это мы не единственные. Многие музыканты... California Spirit. Он был записан весь в Калифорнии. И тут учитывалось 25 человек. В Калифорнии тоже провинция в каком-то смысле. Ну, по-своему, да. И 10 из этих человек когда-то приезжали на джазовую провинцию выступать. И поэтому здесь контакт произошел через джазовую провинцию. Такое количество иное. Альбом писался не в один день, не в один заход. Поэтому с кем-то пришлось договариваться, приезжать специально с таким же человеком, как Джон Патетучи. Нам повезло его получить на запись. Выдающийся контрбасист. Который играл у Игоря, кстати, на альбоме. Да, на Magic World. В этой пластинке один замечательный момент. Совершенно замечательный. Извини, Николай, перебью. Ну, понятно, что я ее послушал, что Николай меня тоже одарил этим альбомом. Он по настроению очень хороший. Потому что часто случается такое, к сожалению, когда ты, предположим, приезжаешь в Нью-Йорк и ты хочешь записать альбом с американским музыкантом. В Нью-Йорке же там все, там они как машина работают. Ты в 10 утра зашел в студию, в 11 вечера ты получаешь сведенный альбом. Ну, я общался с музыкантами, я сам не музыкант, но тем не менее так это происходит. Да. Но зачастую они просто отрабатывают условно свои две с половиной, ну, зависит от собственной значимости и расценок. Отрабатывают, слушать потом неинтересно. К сожалению, прецеденты были. Наши музыканты потратили деньги, ну, в общем, в пустую. Без души, что называется? Да, да, да. Вот здесь прям все правильно. Давайте, я знаю, что у вас есть видеоматериалы. Вы знаете, что? Посмотрим что-то, порекомендуйте. Что-то отсюда посмотрим. Ну, мне очень хотелось бы показать проект, который родился на джазовой провинции с фольклорным хором «Ростань». Это фольклор Курской области, которым когда-то был вдохновлен Георгий Сергеевич Сверидов. Это было давно. Случайно перепутал пластинки Астру Джильберта. Так. С кем же? Поставил на другую сторону, и зазвучала божественная музыка, которую я никогда не знал. Вот. И это был фольклорный хор села Плёхово, потом Фащеват, это Курская область, где я родился, и не знал этой музыки. Вообще, у меня сознание было. Это объясняет, что это был журнал «Кругозор», который с двух сторон они опубликовали разные коллективы. Синенькие, с пластинами. Да, прозрачные. С очень известными американскими музыкантами мы записали альбом, который даже потом был, получив премию Майлс Дэвиса, Коля получил, за два альбома с Билл Эвансом, с Билл Чаплином, да, и с Фором Ростань. Поэтому, если это... Давайте же, конечно, давайте же посмотрим фрагмент выступления. Да. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Здорово, блестяще, спасибо за вот такое открытие. А вот у вас CD-диски, пластинки. Я вот подумал, что если это действительно подарок, я, с вашего позволения, оставлю его на телеканале «Культура», последнее пристанище, где есть ламповый проигрыватель. Флэшки, ну а... Весь мир переходит на винил. Все, уже МП-3, это уже пройдено, говорят. Люди вернулись, поняли, что звук... А флэшку красиво не оформишь? Ну как? Никак не оформишь. Ну это так, целое, как бы, культурное пространство. Открываешь альбом, смотришь, что-то читаешь. В этом тоже есть свой смысл, конечно. Серьезно, у меня вопрос, Михаил, как ты, Бель, Крым? Фестивалю, напомните, 16 лет. Фестивалью 16 лет, да, я занимаюсь 6. Как он изменился с тех пор, когда Крым... Мне трудно ответить на вопрос, каким он был до того, как я стал заниматься этим фестивалем. Но я понимаю, что там, конечно, все равно поступательное движение было. Начинался у домика Волошина, практически во дворе. Первые деньги шли на, собственно, восстановление и ремонт домика Волошина. Потом уже образовалась сцена одна, потом уже другая. Все у холма Юнге. И я помню, в 14-м году мы еще работали на трех сценах. С 15-го сократили и перешли на летний режим с осенним. Он раньше был осенним фестивалем. Что изменилось, не знаю. Мне кажется, по уровню звезд, которые приезжают... Но даже, более того, какие-то люди были там и в прежние годы, и приезжали сейчас. Группа Инкогнито, знаменитая, ведомая Жаном Полем Маником. Она была в украинские времена и, собственно говоря, приезжала в прошлом году к нам на фестиваль. Поэтому, ну, не знаю, для меня самое главное, что на сегодняшний день уже есть тенденция, в прошлом году заметил, люди специально потихонечку стали приезжать. То есть, если раньше мы как бы, ну, случайно можно было встретить какого-то знакомого, сейчас мне уже даже из Москвы звонят, говорят, Миш, какие даты, подгадай, мы условно в Ялте будем отдыхать на три дня, в Коктебель специально послушать. Да и для меня, как для человека, главная музыка. Ну, как журналисту, мне интересно, были ли отказы от иностранных экспортивов? Да, да. У нас самый тяжелый год был 2015-й, когда в 2014-м году мы сделали фестиваль. Когда еще никто не разобрался с санкциями, что происходит, у нас так, ну, ура, все прошло. А в 2015-м году, почему до сих пор вот мы перестали анонсировать состав участников, потому что в 2015-м году у нас были отказы, причем они были фактически на пороге фестиваля за две недели. А ребята начинали травить там, да? За три недели. Они получали ворнингс, так называемые, от Госдепа. То есть, ничего страшного, ты можешь ехать, но типа на свой страх и риск. Для человека, ну, предположим, я его назову какого-нибудь имя, Гарри Бартс отказался. Знаменитый саксофонист. Ну, человек в возрасте, у него привычный уклад какой-то. Он не заработает здесь какие-то миллионы. Поэтому зачем ему вот нужно... Нам было неприятно то, что и сложно, то, что это происходило в последний момент. Вот это была самая большая проблема. А с тех пор мы перестали анонсировать участников фестиваля. В принципе, большой необходимости я не вижу. Это раздражает в первую очередь музыкальных журналистов, которых у нас мало. Поэтому это раздражение я терплю. То, что это будет праздник музыки, вы гарантируете? Да, абсолютно. Мы ни разу не подводили своего слушателя и привозили, в общем, как бы и многократных обладателей Грэмми, там, или Палмьери, например. А вот к роману вопросов. Вот в Петербурге, на этом чемпионате мира по джазу. Говорили только о музыке или касались социальных вопросов и политических вопросов? Говорили про всё. Потому что вот чемпионат мира по джазу, международный день джаза, это такая вещь, где собираются все представители индустрии из многих стран мира. И, в первую очередь, конечно, из страны, которая принимает день джаза. И обсуждают вопросы насущные. Потому что, в принципе, ЮНЕСКО учредило Международный день джаза, потому что оно видит джазовую музыку как инструмент культурного диалога, важнейший. И недаром мы говорим сейчас о том, что мы занимаемся джазовой дипломатией. Мы не занимаемся тем, что мы делаем фестивали и продаём билеты на фестивали. Мы стараемся заниматься какими-то структурными изменениями. Потому что, к сожалению, не... Как сказать поточнее? Даже не к сожалению. Наоборот, к счастью, джазовая музыка обладает таким влиянием. И у джазовой музыки есть такие способы воздействия, которых нет у каких-то стандартных дипломатических инструментов. И действительно, джазовая музыка помогает решать социальные вопросы, снимает социальную напряжённость в мире. И вообще, в принципе, способствует такой всеобщей гармонизации. Потому что джазовая музыка – это в первую очередь гармония. Консонансы. Джаз без виз. Я хочу заметить, что на джазовую провинцию, я считаю, достоинством фестиваля, никто не отказался приехать второй раз. Самые первые имена. Просто иногда звонят, можешь принять. Иногда не можем принять не потому, что не хотим. Это тоже важность и для страны, и для нас, как тех, кто принимает эту музыку. Я про Коктейбель то же самое скажу. Притом, казалось бы, что Крым, санкции, всё-всё-всё. Но у меня масса музыкантов уже, которые приезжали, предположим, вторым номером. Я даже какие-то мои имена называю. Там Крейг Хэнди, Уэйн и Скофери. Которые потом пишут, что Майкл готов своим составом приехать. Класс. Просто всё понравилось. А ещё с точки зрения объединения всех, два замечательных мероприятия уже прошло. Я знаю, третий будет в ноябре. Надеюсь. Но Игорь сказал, что будет. Джаб. Что это? Джаз и кроссборд. Это такая история, которую мы придумали почти уже два года назад. Дело в том, что многие российские музыканты ездят по всему миру и принимают участие в различных конференциях, выставках джазовой направленности. Это, допустим, APAP в Нью-Йорке, это Jazz Head в Германии. И мы пытаемся экспортировать наш продукт. А это вообще такая самая важная история. Потому что вместе с продуктом экспортируется наша культура. И это прекрасно. Мы сталкиваемся с тем, что довольно сложно попасть на так называемые шоу-кейсы для музыкантов, которые предусмотрены выступления артистов для продюсеров. Да, полчасовочки такие фактически. Да. Давайте догадались. Поэтому надо сделать свой. Они сделали. Правильно. Надо сделать свой и пригласить к нам зарубежных промоутеров. И действительно, это такая история, которая помогает российской джазовой музыке быть услышанной по всему миру. И у нас есть 10 слотов. Выступают 10 российских музыкантов. И мы видим результат. У нас есть ЛРК-трио, которое ездит по всему миру. Понятно, есть московский джазовый оркестр, возглавляемый Игорем Бутманом, который в начале января даст серию концертов в самом главном джазовом клубе мира, Blue Note, в Нью-Йорке. Есть Леонид и Николай Винскевич, которые практически не вылезают из зарубежных гастролей. Это и Штаты, и Великобритания, и Европа. И это очень здорово видеть, как достойная музыка. Ну, по крайней мере, более интересная, чем то, что звучит обычно на шоу-кейсах в Германии и в Штатах. Прекрасно слышно, что эта музыка находит путь к сердцам промоутеров, продюсеров, а, соответственно, и аудиторий. Поэтому это такая у нас такая национальная джазовая идея получилась. Потому что в 17-м году получилось, что произошла первая встреча джазовой индустрии. Вот за долгие годы, вот сколько она существует, когда у нас джаз в нашей стране возник в 20-х годах. Да и все абсолютно, старый млад. Да, и старый млад. И люди знают о существовании коллег по всей России. Люди знают о том, что там, естественно, там такая могучая индустрия в Европе и в Штатах. Но так, чтобы они взяли и вместе собрались, такого никогда не было. И когда приезжают больше тысячи человек, и еще приезжают несколько сотен иностранцев из 30 стран мира, все смотрят друг на друга и говорят, мы же большая сила, мы можем двигать. Роман. Искусство. Вперед. Да, и очень хотелось бы проиллюстрировать, как проходит наша конференция, какие люди приезжают. И я думаю, что вы поймете, почему это так важно, почему это так здорово. Хорошо, давайте посмотрим. Мы видим, что у нас на ролике видно, что там проходят различные мастер-классы, панельные дискуссии, на которых встречаются представители джазовой индустрии с совершенно разными бэкграундами. И они слышат друг друга и понимают, как им правильнее работать. У нас гау-концерт в Мариинском театре. Это в прошлом году, вообще тоже историческое событие. Первый раз в истории Мариинского театра на исторической сцене звучал джаз. За более чем 200 лет. Я предлагаю, Николай, Леонид, можно вас попросить сыграть нам еще какую-то пьесу? А вот Коля красивую мелодию пишет, давай красивую мелодию сыграем. У нее есть название, или нам самим придумать? Вы можете придумать, название есть. Название есть, но выходила, кстати, эта пьеса в вокальной версии на альбоме «Нево возле даут», который выходил на Игорь Ботман-Мьюзик какое-то время назад. Игорь Ботман-Мьюзик 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 «Скалер Шип» Игорь Ботман-Мьюзик Игорь Ботман-Мьюзик Игорь Ботман-Мьюзик Игорь Ботман-Мьюзик тронут, там, если немножко дальше Кома Хоггинсу, что вы там хулиганите. Есть, на самом деле, в этом большая такая проблема, потому что вот у нас начинается с Чарли Паркером, и очень часто им уже заканчивается. Роман, я больше скажу, когда на усадьбу Ржас приезжал Братфель Марсалис года три назад. В Трио, нет? Квартетом. Квартетом, да. Мне был интерес интервью, где он говорил, что все американское образование построено на том, что играть быстро, громко, никто не занимается нюансами, никто не занимается звуком, никто не занимается... Это 90-х годов тенденция. Игорь, это проблема, что мы получаем десятки потрясающих технических, оснащенных инструменталитов. Тысячи в Америке, да. Но эти люди, кроме того, как играть быстро, он прямо в довольно-таки грубой форме говорит, что послушайте того же Бен Вебстера, Джонни Ходжеса, люди имели... Никто же не говорит, что они не виртуозы. Но эти люди занимались... Выдающийся папа. Да, ну и папа, и сам Брэндфорд Морсалис, один из титанов саксофона, которого все знают... Такие люди эту проблему тоже поднимают. Я говорю, что музыкальностью не занимается никто. Все надежды на Лизу Симпсон, правда? На джемах такая беда. Вот очень же много джемов проводится в Нью-Йорке, в маленьких кафешках. Там, может быть, кафе на 10 столиков, но тут же поставят барабанную установку. Клавиши снаряды. Это не говорит о том, что быстро играть – это плохо. Это красиво. Это же... Нет, это красиво, но они играют быстро, технично и без души. То есть вот слово «соул» как бы бум. Везде свои проблемы есть. На самом деле, безусловно, имеет место быть то, о чем говорит Николай. Но, с другой стороны, есть определенные, скажем так, определенные нюансы, касающиеся джазового образования в России. И мы стараемся над ними работать. И очень рад сообщить, что в сентябре мы открываем первую в России академию джаза. Пока она будет существовать в формате учреждений, которые дают среднее специальное образование. Но в перспективе это будет полноценным высшим учебным заведением, где мы проработаем все нюансы, научим играть виртуозно и со смыслом. И с душой, и с драйвом. И с душой, и со смыслом. И со смыслом. То есть это средняя школа, музыкальная школа? Это училище. Сейчас существует государственное училище джазового искусства, которое возглавляет Игорь Михайлович Бутман. И совместно с департаментом культуры, городом Москвы, мы разработали проект создания Академии джаза. Рома, когда все успеваете? Я же пытаюсь следить, но не могу бы успеть. Нет, может, они... Что вы это успеете просто? Сумасшедший. Мы потом это успеем. Ну да. Друзья, вот одна новость, видите, какая хорошая. А я еще хотел напомнить, что и где мы можем посмотреть и послушать джаз в этом сезоне, в оставшиеся месяцы. 25 июля. «Численджаз» — это сатт Эрмитаж. Либо вы москвич, либо будете в Москве заходить. Да, приезжает самый модный вокалист на сегодняшний день, Грегори Портер. И самый нескучный вокалист на сегодняшний день джазовый. Потому что там проблемки существуют с джазом вокалом. А в начале июля, 6-7-го, «Горки» — джаз-сезон. Так называется этот... Джазовый сезон. Джазовый сезон. Фестиваль Сочи. Джазовый фестиваль 1-4 августа. В Сколково. Джаз-фестиваль 24 августа. И добро пожаловать в Крым. Как это были джаз-пати. И джаз-сатт Эрмитаж 17-18 августа. Сат Эрмитаж опять же тоже. Есть чем заняться. Ну и тогда про осень уже с 23 октября по 7 ноября. Десяток городов черновой полосы будет тоже насыщен джазовыми исполнителями из 12-13 стран. Мы сейчас доработаем. Плюс-минус. Я, с вашего позволения, еще раз представлю вас. И это будет почти финал программы. А в финале я попросил бы вас сыграть еще композицию. Сегодня в программе «Наблюдатель» были Михаил Иконников, директор фестиваля «Как тебе, джаз-пати», программный директор «Радио джаз», Роман Христюк, директор международных проектов, Игорь Бундман, «Мьюзик-групп». А кем вы будете в новом училище джазового? Академиком. Мы пока обсуждаем ее позицию. Николай Винскевич, саксофонист и композитор. И Леонид Винскевич, основатель и арт-директор международного фестиваля «Джазовая провинция», пианист и композитор. Вел программу «Алекс Дубас», «Наблюдатель». А сейчас мелодия под названием... А мы сейчас сыграем одну фольклорную мелодию. Все-таки это тоже... Запах травы после дождя. Да, решим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok